Вот тактика была какая Коммунисты мне тогда говорят Я шел в Хабаровске от КПРФ Не надо трогать фургал Ну они его не трогали В результате вместо тотального господства ядра Стало тотальное господство ЛДПР И что? Ну для народа что изменилось? Ничего вообще Ну то есть если мы с вами Дальше возьмем Навального Понятно что там скажем Человек сейчас сидит Ну просто там я не знаю По каким-то смехотворным соображениям Потому что там отмечаться куда-то не приходил Ну можно было бы не сажать А вы знаете что интересно Я вот когда на дожде давал интервью Ну дождь это как раз за Навального Ну то есть разговариваю Потом камера выключается Я этих журналистов Которые топят за Навального Спрашиваю Вы хотели бы чтобы Навальный Ставил президентом Знаете какой был ответ? Да этого никто не хочет Это они мне говорят Так у них ни программы Ничего у него нет Да это даже понимаете Это даже может быть Я не вижу никакой разницы Между Навальным и тем что сейчас в стране происходит Причем Знаете опять что интересно Вот скажем тактика ядра В отношении меня во время ареста Она была следующая Замолчать Ну то есть Платошкина нету Пропал он куда-то Ну вы знаете там на телевидении никто ничего не говорил Ну то что они могут сказать Тут ну что они выйдут скажут Платошкин под видом законных митингов Планировал какую-то гадость Но вся страна смеется Посмотрите они замалчивают А кто у нас пинал? Хургаловцы И Навальницы Изо всех сил причем Причем знаете вот на мой взгляд У них какие-то Ну Движение Платошкина в старперы Идите в могилу сарки Пошли вы к черту Надоели Вы знаете я бы сказал что это такой вот Возрастной фашизм что ли Это получается знаете как В каком-то фильме Нам время Нет Вам время тлеть А нам цвести Да Ведь понимаете Это еще более опасно Потому что вот Ни в одной стране мира Ну всегда знаете Всегда поколения они разные Да там музыку разную слушают Там Одеваются по-разному Но такого раскола Как у нас в стране Это нет нигде Между Молодым поколением Мы Ну я бы не сказал что пожилым А просто средним Да Ну и проще Тем кто застал Советский Союз Да И тем кто его не застал Ну понимаете Вот опять вопрос Придут ли они к власти Да мы их не трогаем Мы их поддерживаем Да как говорим Они приходят к власти В стране лучше будет Фургал Фургал-то вообще Это меня Нет я понимаю Что Единая Россия Довела там всех так Что они готовы голосовать Там как они говорят Хоть за Северного Оленя Понимаете Вот он там Фургал Почему прошел Фургал и Единая Россия Все решили За Фургал Точнее не за Фургал А Против Ну человеком Трех заказных убийств Обвиняйтесь Нет Вы если хотите Их поддерживать Но я потом не хочу Чтобы мне сказали Платошко Ты кого поддерживал Вот этого Который того завалил Мне что делать Нет Понимаете Ельцина тоже все поддерживали Помню Там лет через пять Я уже народ стыдился Что поддерживал Говорил там Да я там Это вот Да Да но он стыдился А страну потеряли А тоже сказал Ельцин Свобода Что там еще Да Вообще мужик На танк залез Там Ну просто Вот замечательно Да Борется с привилегиями С партооборатчиками С кем он там еще боролся Доборолся до того Что у нас Ельцин-то остался А страны не стало Понимаете Ну что я вам могу сказать Вот Ну помимо Скажем Каких принципиальных вопросов Я понимаю Что в политике Должна быть гибкость Ну вот то что Сказал товарищ Нас не все В КПРФ устраивает Не все Но Если программа КПРФ будет реализована Реально С нашей помощью Мне кажется Стране будет лучше Потому что Между Ну опять Вот скажем Мы предлагаем Минималку 25 тысяч рублей И они Они это у нас взяли И плевать Я даже Не настаиваю на авторстве Будем считать Что мы у них взяли Не суть Они предлагают Прогрессивную шкалу Налогообложения Как во всем мире И как мы предлагаем Причем щадящую Не такую Чтобы у всех Там вот вообще Взять все отобрать А чтобы народу был стимул Работать и зарабатывать Но чтобы все-таки Эти товарищи олигархи Они не платили Как мы там По 13 процентов А они эти Честно говоря Не платят Вообще Понимаете Опять В чем программа Фургал Ну Фургал был членом ЛДПР Да Ну Ну давайте их не трогать В результате получится Что Фургал наберет Ну ЛДПР На имя Фургал Наберет там Не 12 процентов Как и обычно А 20 И что Ну вот что для народа Для обычного Простого народа Что изменится Ну просто Вместо одних Товарищей Придут такие Еще может быть Более там Нахрапистые Наглые там И так далее Навальновцы Понимаете Опять Никто не говорит Что можно сотрудничать С другими кандидатами В борьбе за демократию Предположим Выбух за выборные судьи Мы за выборные судьи Выбух за то Чтобы президент Был только два срока Как в Китае Кстати Не то что в Америке В Китае даже Мы тоже В каких-то тактических вещах Конечно Но вот смотрите Ведь опять Кто меня сейчас поливает грязью За интервью с Красовским Кто рассылает куски нарезанные Не целый интервью Навальновцы Навальновцы да Не ядро даже Нет А знаете опять почему Потому что Ну они считают так Что это они главная Оппозиционная сила А эти вот Мы назовем так Платошкинцы Это да Сорки Придурки Деды Старперы Ну и просто Дрова какие-то Да Которые с вами вынесли И прочее Ну что будем делать Ну если мы скажем Просто будем молчать Вот мне говорят Ну а не надо реагировать Ну не будем реагировать Это знаешь как вот Тебе сказали что ты дурак Ну ты вроде и согласен Результат какой Что скажем Значит наверное так оно и есть Ведь вы поймите Пропаганда с их стороны Против нас идет Не потому что Ну я не знаю Там у нас какие-то там Неправильные взгляды Нет Они мне четко говорят Это элементарная зависть Вот Платошкин вышел сюда Народ плачет И его обнимает А нас нет Значит задача какая Не задача сделать себя Такими же Чтобы народ их так же Нет Задача обложить Платошкина по матери Что на самом деле Брат Медведева там То двоюродный То родной То ваши племянник там Я не знаю То еще кто-то То он проект Одной из башен Кремля Причем вопросы задаются Не Видите как они хитро Задают на либеральных каналах Они же не знают Николай Николаевич А правда ли вы Что вы агент Кремля Ну ладно Хотя бы так Нет Вопрос задается хитро Николай Качев Всем понятно Что вы агент Кремля Просто какой группировки Николай Николаевич Начинает доказывать Что он не верблюд Там Ничей не агент Ну никак Ну что вы Ну это всем понятно Вы просто Ну это что говорит Это говорят Типы оппозиционных каналов Которые вот если Вашими бустами Мед пить Должны сказать Николай Николаевич Ну там В борьбе за демократию Там хватит Там делить Вообще Вот и прочее Вот Вчера разговор был С одним товарищем Которые при мне Ну не буду назвать фамилию Ладно Янгалыч его Депутат Мосгордума От КПРФ Ну тоже сказал Что я там всех Прибыл и прочее Ему кто-то звонит И он спрашивает Ну что там Кать-то Обалделшая совсем Что она Про Платошкина То говорит А Пиарится Девчонка Да Ну хайпует Просто Ну сейчас все говорят Про Платошкина Так Что мне-то Про него еще сказать Чтобы у меня У меня Просмотр выросли Понимаете Ввод Совершенно дешевейшая Какая-то вещь Ладно бы сказать Платошкин Вот это сказал Неправильно Да Вот у меня там Такая точка Нормально Нормально Мы тоже можем ошибаться Мы тоже можем Сказать Ребята Наверное Вы там Это лучше Нет Тут смысл такой А что у него У меня То есть там 100 тысяч просмотров А у меня там 40 тысяч Нет Надо что-то делать Надо что-нибудь Сказать про Платошкина Что-нибудь там Ну желательно Какую-нибудь Потому что люди Смотрят Более охотно Вот как вы меня научите Как с ними сотрудничать Ведь когда Понимаете Вопрос доходит До дела Анжелика бедная Она там В эти все ваши Либеральные смены Ну скажите Что-нибудь про Платошкина Ну просто расскажите Что его хотя бы арестовали А одиночку А он говорит Мы не будем ему помогать Он к Сталину Хорошо относится Она говорит Ну может сейчас дело Не в Сталине А просто вот Что людей там Прессуют и прочее Нет Это все что я Буду идти по берегу Реки там Кто-нибудь будет тонуть Спасите Помогите Я скажу А вы к Путину Как относитесь А не Тоните То есть Это драка Это не Драка Я имею в виду Конечно В фигуральном Политическом объеме Ведь Все объединение Оно может Принять оппозиционных сил На каких-то действиях Конкретных Понимаете Вот я например Сказал Что хотя программу Навального Абсолютно Не поддерживаю Ее у нее нету Честно говоря Вообще никакой Кроме того Что Навальный Должен быть Президентом Все остальное Там Я сказал Что считаю Что сидит Он сейчас Ну вот Вот именно сейчас Ну можно его отпустить Потому что Ну никакой Не маньяк Не бандит Все это понимают Но тем не менее Если его выпустят Если он будет Зарегистрирован В избирательной Компании Ну или его Какие сторонники То я буду Конечно Против них Агитировать Но еще раз Мне какая разница Вместо ядра ЛДПР Вместо ЛДПР Либералы Которые говорят Что совок Это генеровская Германия Ну понятно Что парад Это победобесие Что на вечный огонь Не надо вообще Тратить средства А лучше Эти деньги Пустить там Я не знаю Еще куда-нибудь Ну ребят Ну мы Что с вами Должны шило на мыло Что меня Ну просто да Вот сейчас Временно Фургалов поддержит Кто-то Благодаря пропаганде Его блогеров И мы должны Плыть по течению Что-то Гитлера В 33-м году Поддерживала Половина немцев Вообще Был популярнейший человек Ну а коммунисты Что они Что по течению Походили Они сказали Ну раз люди Поддерживают Мы тоже Поддержим Нет Да В них плевали Их называли Тоже предателями Их никто Не понимал Типа Да вы что Нормальный мужик Он нам работу Дал Не знаю Вы что Совсем Сумасаж А потом Ведь понимаете Если бы тогда Таких принципиальных людей В Германии Было побольше Миллиона на два То 27 наших миллионов Были бы живы Потому что коммунисты Орали на всех углах Гитлер Это война Это война Не выбирайте его Да нет Нормально Он из народа Человек Вообще Пургал Сергей Иванович Да Ну вот Не разу В Хабаровске Спрашивали А что он сделал Не думал Ему Москва мешает В Москве Всем Вашингтон мешает Ну что так Куда дальше продвигаться Если мы правду Не будем говорить Ну такие и всплывут Это знаете Как Путин Про него сказал А что говорит Губернатор Был вроде нормальный Старался Ну обвиняется В трех убийствах А так ничего Может Ну что с вами Совсем Что же просто Ну то есть Нам все равно Не знаю Вопрос серьезный Конечно Можно вообще Никого не трогать Можно помалкивать Только ради чего Тогда все это Не могу понять Ну Николай Николаевич Тут Видимо вопрос возник Я с Вашей позиции Давно согласен Знаю Это просто вопросы От наших соратников От соратников Я просто прочитал вопрос Тут видимо вопрос Возникает от того Что нужно как-то Привлечь Тех сторонников Навальновцев И фургалцев К нам Правда Надо привлечь Вот смотрите Правда Вот понимаете Когда Я например Говорю про фургал Я всегда что говорю Что Убил он не убил Решать суду Не мне Суду присяжных Тем более У него будет суд присяжных Вы знаете Как с удовольствием У меня бы был суд присяжных Я думаю Меня бы оправдали Конечно там Со свистом просто Но по моей статье Суд присяжных Отменили Ну А по его нет Ради бога Но Если мы с вами Не будем говорить Правда Но еще раз Тогда к власти Придут вместо Иванов Сидоров Такой же Абсолютно А может еще и хуже Черт его знает Не знаю Конечно Лучше Да Лучше Самостраниться Я самок Да Старпер В могилу Мне порой Ну конечно Естественно Можно сейчас уже пройти Подготовлено Что Смотрите Ну мне Вот И вас жалко И свое поколение Ну мы что Действительно Такие же Что Если у человека Скажем Волос на голове Ну что тебе Бавилось там На лице Морщины Чуть Чуть А На этой Если мы не обращаем Нет Если мы не обращаем То эти реплики Становятся господствующими Да Да Нет А вот среди молодежи Вот честно мне скажи Они в шарь яблона Они вообще не реагировали Ну хорошо Вы не реагируете Я тоже могу Как сразу Засунуть в голову песок И ничего не слышать Как вы думаете Вот Вопрос ко всем Молодежь В массе своей Антисоветской Настроена или нет Да Да А разве нет Ну Не все далеки Да Вот правильно Скажем Они либо Это значит Либо настроены Антисоветскому Либо хотят Свалить Да Ну Хорошо Мы с вами что Должны сказать Ребят Хотите Свалить Скажите А чем держать Понимаете Навальный Навальный вам говорит Условно Капитализм Отличная вещь В отличие от Поганого Совка Просто у нас Он какой-то такой Вот немножко Неправильный Да Вот мы сейчас Путина уберем И капитализм у нас Рассветет Все станут Миллионерами Миллиардерами И прочее Ну это Точный вариант Порошенко Как Зеленский Был компания Порошенко Старень У него Старое Советское Поколение Он вообще Там Сам Какой-то Весь Адуловатый И прочее Я Я готов Анализы Там Сдать Вообще Ну Избрали 73% Избрали Прогрессивные Встречаются С Томом Крузом Не знаю Ходят без Галстуком Иногда На самокате Ездят А что Его партия Говорит Бабки Которые говорят Мне за газ Деревня Не еще Платить Собаку Свою Продай Платить Да кто Лучше Я не говорю Что Порошенко Хороший Нет А этот Чем Как бы И самое главное Обманул Прогрессивная Риторика Мы все За демократию За свободу Мы сейчас Хороший Капитализм Строем Да Молодежь Она На Украине Как раз Ся и свалила Которая Только Может А Вы думаете Евросоюз Нужны Те Кому За 40 Да Они Здесь Не нужны А там Они Зачем Че Добились Я Кстати Тогда На телевидении Я еще Хотел Не надо Голосовать За Зеленского Не Надо Прогрессивный Мужик Вообще У него Там Слоганы Зелененького Приятного Света Компания Света А результат Какой Цены Растут Страна Банкрот Понимаете Там Если Раньше Хотя Бо Цены Были Ниже Чем Здесь А Сейчас Там Зарплата Ниже Цены Такие Что Остановил Война На Донбассе Там Что-то Отвечет Тоже Нет Там Ну или Еще Где У нас То же Самое Вриант Понимаете Но Придут Эти Люди Вот Если Хотя Я бы На 10% Я был уверен Что Что-то Поменяется Лучше А так Придут Просто Скажем Ненаевшиеся Товарищи Которые Скажут Похлебалась Корыта До свидания Мы тебя Сейчас Разоблачим Скажем Что ты Коррупционер И я Сам Пристроюсь Там На следующие 5 лет Так что Видите Здесь Вопрос Такой Оборуд Острый Если Мы Молчим Если Плывем По течению Выплыв Да Потому Что Они Наглее Вот Понимаете Они Вам Не Говорят Ребят Вы Нас Не Трожьте А Мы Вас Как Трогали Так И Будем Трогать Нет Вы Только Нас Не Трожьте Вы Нам Ничего Не Отвечайте То Что Вы Так Все В могиле Давным Давно Вы Совки Дураки Дорога Молодые Да Я Не Против Молодых Просто Это Искусственное Разделение Скажем Человек До 40 лет Хороший После 40 лет Его Надо Утиль Что Издать Ну Это Разве Нормально Поэтому Не Знаю Ребят Вам Судите Я Тут Вам Возможно Я Ошибаюсь А Что Дел Вот ЛДПРцы Взяли Хабаровский Край Ну И Что Ну Что Поменял Расскажите Пожалуйста Комментируйте Там Ставите Беларусь Как Говорится Что Раскачивают Ну Да Я Правда Уже Говорил Об Эти События Может Правда Никому Не Очень Интересно Людям Но Опять Это Моя Точка Зрения Она Коренным Образом Не Совпадает С Навальновской Вообще Никак И Кстати Многие Левые Блогеры Молодые Заметьте Они Все Против Лукашенко Потому Что Директор Собхоза Ну Не Гламурный Чувачок Выглядит Как Вообще Не 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 Нем Как Старомодные Понимаете Че Он Так Говорит Все Время Без Слов Ха Пластер Ну Какой Так Когда В 2012 Году Там Собрались В Минске С товарищем Некоторым Врачи Учителя Преподаватель Ой Нам Этот Батька Не Нравится Ага Че Да Колхозник Я говорю А ты Кто А у меня Как Мечта Получить Диплом Врача Уевки Из Беларуси Ну То есть Колхозник Пытается Что-то Сделать А ты Пытаешься Бесплатно От этого Колхозника Получить Диплом И С Концами Влежь Они Твердят Об одном Нам Нужна Открытая Экономика Беларуси Я Спрашиваю Открытая Экономика Это Что Ну Вот Просто Чтобы я Понимал Да Я Саввок Не знаю Еще кто Но Я все-таки Привык В каких-то Реалиях Рассуждать Вот Что Будет Вот Было Так Стало Вот Так Ну Зарплаты Будут Как В Европе Я говорю Кто Вам Сделает Эти Зарплаты Европа Что Ну То есть Вы Пришли К власти Европа Вам Пригнала Трейлер С Денежными Знаками И Стало Да Вы что Ребята Это Знаете Я вспоминаю Вот Таких же Детелей Как Белорусский Оппозиция Вот Товарищ Явлинский Который Он Вообще Всех Критикует Уже Лет 30 Да Этот Не Тот Тот Мордой Не Вышел Вот Из моей История Я Работал В Берлине В Бонне Это был 91 Год Еще Был Союз Но Уже Такой Помните Тогда Явлинского Что Там Призвали В правительство Каким-то Там Детелем Он Программу 500 дней Сделал За 500 Дней Вы знаете Там Программа Какая Была День Первый Обратиться В Международный Валютный Фонд За кредит День Там Услов 30 Получить От Международного Валютного Фонда Кредит Вот Вы смеетесь Мне сказали Ты эту Программу Самой Толковой Переведи Немецкий Я И отвези В Министерство Экономики ФРГ Ты там Типа Всех Знаешь Пусть они Дадут Свой Отзыв Я Это Сделал Он Мне Звонит Оттуда Ты Что Привез Я Говорю Правительственную Программу Да ладно Ржать Какую Правительственную Программу Ты Говорю Серьезно У вас Правительство Это Обсуждается Что Я Говорю Ну Да Говорят Ну Ты Как Хочешь Я Сказал Ну Ладно Пусть Отвечают То есть Вот эти Все люди В Беларуси Вот Батьку Ругают Что он Живет Там На Российские Кредиты Так он Их Не Пропивает Он Их Не В лазурный Берег Вложил Там Скажем Если Взять Брестский Завод Савушкин Продукт Наверное Все Ели Что Беларусь Там Знаете Когда Оборудование Стоит Вот Вообще Вот По последнему Слову Техники Он Купил Конечно На Западе Понятно МАЗ Автомобиль Он Как Работал Так И Работает Причем Он Поставляет В десятки Стран Продукции Трактора Беларусь Можно Над ними Ржать Там И Прочее Но Они У нас 60% Паркачат У нас Ну Как И Были В советское Время Просто По Другому